У любой медали две стороны. Мы решили взглянуть не только на темную, но и на светлую сторону пандемии. Что хорошего принесла эта эпоха коронавируса, расскажет Вера Баранова. В период самоизоляции одни компании закрылись навсегда, а другие поймали свою волну. Те, кто моментально перестроился и ушел в онлайн, тут же стали любимчиками жителей, запертых в своих квартирах. Доставка на дом еды, одежды, детских игрушек, строительного материала и многого другого. Удобно. Еще никогда предприниматели так быстро не развивали свои страницы в соцсетях и сервисы онлайн-платежей. Все это останется с нами и после пандемии. Но это лишь малая часть положительных изменений. Люди в целом стали больше задумываться о себе. Об этом говорят психологи всего мира. Один из важных, я бы сказала, важных таких пунктов, да, это забота о себе, забота о своем здоровье. Очень у многих людей, ну вообще вот такое некое столкновение с реальностью. Действительно, если мы не будем соблюдать какие-то определенные, очень естественные, я бы сказала, способы защиты своего здоровья, да, мы сталкиваемся с последствиями, заболеваем. Если раньше во время гриппа о масках никто не задумывался, то сейчас эти же люди надевают в магазинах и маски, и перчатки. Кризис заставил людей быстро повзрослеть. Столкнулись с тем, что действительно может случиться любое. И вот этот прежний мир о том, я бы сказала, у некоторых даже нереалистичность ожиданий к миру, что мир идеальный, мир, не знаю, там, все хорошо, если делать по пунктам одно, второе, третье, то я получу какой-то результат. Реальность в том, что действительно может случиться что угодно. Такое вынужденное взросление. Перемены коснулись и экономической сферы, заявили финансисты. Столкнувшись с внезапной потерей работы и тем, что банки в какой-то период перестали выдавать даже кредитные карточки, люди стали больше экономить и копить деньги. Как правило, люди стремятся от двух до шести окладов инвестировать и отложить вот некую такую подушку безопасности. Если вдруг придут тяжелые времена, то ее можно было бы легко забрать и, собственно говоря, пустить на текущие нужды. Кто-то на карантине переделал все свои незавершенные дела, а кто-то, наоборот, смог наконец-то выдохнуть и остановить невротическую гонку за успехом. И это хорошо, отмечают психологи. Еще один положительный результат — живое общение. По-настоящему его значение для себя оценили даже постоянные обитатели онлайн-сети. Уж очень хотелось погулять и увидеться с друзьями и родными. И тут главное — не перестараться. При всех плюсах COVID-19 продолжает быть опасным. Эрбаранова телерадио компания «Сигма» для НУР-24.